Мы продолжаем серию наших семинаров. Сегодня у нас докладчик Дмитрий Ероцкий из Скалтеха. Вот название здесь. Так что, Дмитрий, 50 минут. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Я буду рассказывать про теорему Калмагорова нейронной сети. Я сразу же оговорюсь, если в целом про эту тематику рассуждать, она довольно нишевая. То есть она не лежит, не находится, честно скажем, в центре современных интересов теоретически глубокого обучения, потому что, в общем-то, и практические тренды, и теоретические анализы, они сейчас фокусированы в основном на разных макроскопических свойствах больших нейронных сетей, ну или там каких-то родственных моделей. То есть когда у нас большая сеть, большая вычислительная модель составлена из каких-то простых элементов. Вот. Эта тематика, она в каком-то смысле противоположная. То есть вот я ее так понимаю. У нас, наоборот, сравнительно маленькие какие-то модели, составленные из сложных элементов. Вот. И вот как-то так получается. Тем не менее, она довольно интересная, и она вот там для математического института, мне кажется, она как раз любопытная. Формулировки утверждений довольно простые, понятные, но при этом часто неожиданные. Вот. И есть какие-то вопросы, на которые я, например, не знаю ответов. То есть я вот не знаю, как там... Кажутся простыми, но вот как решить эти задачи, я не знаю. Вот. То есть я сегодня планировал рассказать просто про саму теорему Калмогорова и немножко про сверхвородительные модели. Если будет интерес, я там могу еще в следующий раз побольше рассказать про сверхвородительные модели, или какие там задачи возникать. Так. Вот. Начну с 13-й проблемы Гильберта. Теорема Калмогорова возникла как ответ на решение 13-й проблемы Гильберта. Она звучит очень просто. Можно ли выразить корни общего многочлена седьмой степени от одной переменной через... с помощью непрерывных или как вариант алгебраических функций двух переменных. Вот. Важно, что здесь есть два варианта у этой проблемы. Непрерывные и алгебраические. Они вот существенно отличаются друг от друга. Непрерывные, естественно, более слабые. Алгебраическая функция — это та, которая выразима как корень многочлена. Как функция коэффициентов многочлена. Почему? Откуда берется число 7? Да, формулировки этой теоремы. Как известно, если у нас есть многочлен степени не выше 4-х, он решается в декалах и арифметических, с помощью арифметических операций. То есть, ну, в частности, с помощью алгебраических операций от двух переменных. Сложение, умножение и так далее. Если у нас есть многочлен степени 5, то он уже не решается таким образом, но он сводится к многочлену, вот написанному здесь, в котором есть одна константа а. И если мы предположим, что мы, вот, если мы рассмотрим функцию, которая по этой константе а возвращает нам корень, это некоторая дополнительная функция одной переменной, то тогда мы уже можем решить общее уравнение 5-й степени. Поэтому, ну, в этом случае тоже получается, что ответ положительный на этот вопрос. То же самое в случае многочленов степени 6. В этом случае у нас сводится он к многочлену этого вида с двумя какими-то коэффициентами а и b определенными. И тогда, если мы считаем, что умеем его решать, то это дает нам какую-то функцию от а и b, от двух переменных, и, ну, тоже как бы есть решение. И аналогично, рассуждая аналогично, в случае многочленов степени 7, это первый случай, когда мы уже не сводим решение к композиции функций двух переменных. Тут у нас возникает необходимость вычислять функции от трех переменных. Вот этим и был мотивирован вопрос Гильберта. Так. Да, как я уже сказал, два варианта вот этих, алгебраические и непрерывные, они очень разные. Алгебраический вариант до сих пор открытая проблема. Одна из, по-моему, немногих проблем Гильберта, по которой, ну, вот, прогресс был очень слабый за сто лет. Непрерывный вариант решен Колмогоровым и Мэрдорг. Немножко про последовательность, про таймлайн решения. Вот первая работа, я, тут она не входит в канон, наверное, но она, мне кажется, она такая важная, интересная, она про аппроксимацию. В этой теореме Колмогоров показал, что если есть функция двух переменных на квадрате, то ее можно аппроксимировать с помощью конечного числа арифметических операций и непрерывных функций одной переменной. Вот. Это результат довольно простой. На следующем слайде я объясняю, как это можно сделать. Это довольно просто. И, опять же, это результат об аппроксимации, что гораздо легче, аппроксимировать легче, конечно, чем в точности представлять какую-то функцию. Вот следующие результаты уже, собственно, идут о представлении. Это вот знаменитая серия работ Колмогорова и Арнольда. Первая работа Колмогорова говорит, что если у нас есть функция от n переменных непрерывная, то ее можно выразить как суперпозицию непрерывных функций трех переменных. Вот. Следующая работа, это усиление этого результата, полученное Арнольдом, говорит, что на самом деле функцию трех переменных можно выразить как суперпозицию функций двух переменных. Все в классе непрерывных функций, опять же. И вот это уже решение проблемы Гильберта, собственно, потому что она говорит как раз о функции двух перемен. Вот. И окончательная работа в этой серии была получена, это более-менее финальный результат, полученный Кламагором, который говорит, что если у нас функция N переменных непрерывная, то она представляется как суперпозиция функций одной переменной и операции сложения. После этого, собственно, все работы, которые были, ну, они как-то немножко там модифицировали формулировки, уточняли, но существенно нового ничего не добавили, по сути. Вот. Так. Да, вот эта последняя работа, на самом деле, доказана довольно простым способом. Она, на удивление, короткая и сравнительно простая. Вот предыдущий метод, который Кламагоров использовал в предыдущей работе, он посложнее и более громоздкий. И вот оказалось, что можно сделать проще, за то, что Кламагоров и Арнольд делали более сложными путями в предыдущих работах. Вот. Я хочу, я поэтому не буду рассказывать про вот эти две. Я хочу быстро объяснить идею вот этого первого результата, потому что он еще имеет некое... релевантен для аппроксимации с помощью нейронных сетей. И хочу тоже объяснить идею вот этого доказательства, потому что, ну, оно не такое сложное. Вот. Да, вот это, собственно, первый аппроксимационный результат Кламагорова. Он в точности так формулируется. Честно говоря, я его знаю из обзора Арнольда, потому что в интернете я не нашел эту публикацию. Там, в докладах Ахадемии наук за 56-й год ее нет нигде. Вот. Но в обзоре Арнольда он сформулирован и вполне понятен. То есть если у нас есть функция двух переменах, ее можно аппроксимировать выражениями такого вида, где вот у нас есть пять функций одной переменной, но вот и какие-то тоже их комбинации, которые включают сложение, умножение и, собственно, применение этих функций. Вот. Это вот то, о чем я сказал, сведение к арифметическим операциям и каким-то функциям одной перемены. Вот. Почему это так? То есть на самом деле достаточно легко объяснить. Логика доказательства такая. Возьмем, в принципе, можно догадаться даже самому. То есть вот возьмем какой-нибудь маленький эпсилон, возьмем нашу вот эту функцию двух переменных и сделаем надрезы такие. То есть разрежем ее, сделаем много срезов по префиксированных значениях x вдоль координаты y. И потом возьмем вот эти все срезы, перенесем на, как бы, поставим их в стык. Сделаем такую функцию одной переменной, ну, вот поставив их в стык, вот как здесь нарисован. Но она должна быть непрерывной, поэтому мы там еще как-то соединим их, чтобы она была непрерывной. Вот. Ну, вот формула здесь написана. Затем дальше, собственно, такая логика действует. Если бы у нас, вот, допустим, мы хотим вот представить вот нашу функцию f в таком виде, если бы мы могли использовать разрывные функции, то мы могли бы просто реализовать хорошее приближение с помощью ступенек. То есть вот, допустим, у нас x попадает в какой-то интервальчик здесь, мы можем x просто отобразить в соответствующее место на этой оси x, и тогда дальше просто применить, ну, вот, взяв вот этот анзас, у нас просто y дает сдвиг, тогда мы получаем здесь вот этот, вырезаем здесь как раз вот этот кусочек функции, нужный нам, и применяя функцию q мы как раз получаем то, что нужно. То есть если бы мы могли использовать ступеньки разрывные, то тогда мы просто могли бы сделать простую дискретную, такую разрывную аппроксимацию для вот этой функции. Но, ну, мы хотим, чтобы у нас функции были непрерывные, поэтому чуть-чуть нужно подкорректировать эту конструкцию. Вот это можно сделать просто с помощью разбиения единицы. Возьмем разбиение единицы, p1, p2, вот такое, как здесь нарисовано, и вот это отображение вместо настоящих ступенек сделаем просто, вот, r1, r2, сделаем такие как бы интерполированные ступеньки, которые вот на половине, на половине как бы интервалов, они действительно ступеньки, на половине просто там непрерывного уровня соединяются. Вот, тогда у нас, да, рассмотрим, собственно, вот эту сумму, и она тогда будет работать вот как раз как нам нужно, то есть это будет уже непрерывная функция, и вот там, где нам нужно, чтобы работало вот это отображение r1, оно как раз будет работать благодаря нашему, ну, соответствующему вот этому элементу разбиения единицы. Ну, аналогично там со вторым слагаем. И в целом будет просто такая, как бы, хорошая непрерывная аппроксимация. Такая логика. Очень простое рассуждение. Вот. Теперь сама теорема Калмогорова. Это, конечно, гораздо более тонкий результат. Вот здесь приведена точная формулировка. Существует, пусть у нас d как эта фиксированная размерность, мы, нас интересует представление функций, непрерывных функций d переменных. Существуют непрерывные функции одной переменной φ с индексами qi. qi принимает значение, q принимает значение там от единицы 2d плюс 1, и принимает значение от единицы dd. Такие, что любая непрерывная функция может быть представлена вот в таком виде, как здесь написано. То есть у нас, на что здесь можно обратить внимание? У нас есть внутренние функции, вот эти φ. Внутренние функции φ не зависят от функции, которые мы хотим представить. Мы их применяем к соответствующим координатам, затем мы результаты складываем, и все вместе мы направляем на вход функции hq. Вот h, функции hq, это уже функция, которая зависит от функции f, которую мы хотим аппроксимировать. Это как бы второй слой в этой конструкции. Я дальше там буду говорить, что вот эта конструкция напоминает двуслойную нейронную сеть, ну вот как раз потому, что здесь два слоя получается, таких непривиальных. Вот. Ну вот, да, то есть такой достаточно удивительный результат, уже проточное представление. Не про аппроксимацию, а проточное представление. Что можно упомянуть? Важно, что он выполняется только для непрерывных функций. То есть вот аналог, его аналог для гладких функций уже не верен. То есть есть много разных результатов, которые это показывают в той или иной степени. То есть первые, по-моему, еще Гильберт доказал, что если общую аналитическую функцию трех переменных, нельзя представить с помощью композиза аналитических функций двух переменных. Это довольно просто сделать. Потом были разные сильные результаты Витушкина, у Коломогорова, там энтропийные, с помощью энтропийных методов были разные результаты. В общем, ну это достаточно хорошо известно. То есть что вот каких-то естественных гладких аналогов у этой теоремы нет. Здесь вот это принципиально. И внутренние функции, которые здесь строятся, они очень нерегулярные. То есть они хоть и непрерывные, но больше ничего хорошего про них не скажешь. То есть они... Как-то им можно липшицевы. Липшицевы, да, это правда. Можно сделать липшицевы. Вот, но вот гладкими уже нельзя сделать. Вот, поэтому как-то так. Вот, теперь доказательства. Вот не буду во всех деталях вдаваться, но хочу объяснить общую логику, потому что она такая очень интересная и сравнительно простая. То есть давайте рассмотрим случай двух переменных. Вот, я следую, кстати, вот следую здесь обзору Арнольда. Очень хороший обзор, в котором очень понятно излагается. Вот всем рекомендую, кто хочет разобраться, вот в первую очередь читать этот обзор. Рассмотрим случай функции двух переменных. Тогда формулировка, собственно, сводится вот к чему. Если у нас есть непрерывная функция f, мы ее можем представить в таком виде. Здесь и вот эти вот внутренние функции, их всего две. И сейчас я их там, вместо второго индекса, я просто использую φ и ψ, поскольку их только две. И внешние функции, это вот эти h, их пять штук получается в случае размерности 2. Значит, доказательство начинается с того, что давайте рассмотрим такой город, как бы. Город — это объединение квадратиков, вот как здесь нарисовано, разделенных улицами. Улицы должны быть достаточно узкие, ну, например, там 1 десятая. Если размер квадратика единица, ширина улицы должна быть там, скажем, 1 десятая, этого достаточно. Это шаблон, исходный шаблон. Нас будет интересовать не один город, а семейство городов. Семейство городов, которое параметризовано рангом или масштабом, можно сказать, k. И еще индексом семейства, как бы. То есть нам нужно будет рассмотреть пять семейств. Это вот как раз пятерка, которая входит в эту сумму. Индекс q, ну, вот так получается, что нужно взять именно число 5. И различные элементы вот этого семейства городов, они отличаются друг от друга просто с двигами. То есть мы вот можем, вот как здесь нарисовано, просто сдвигать немножко один город, и вот таким образом получаются разные элементы семейства. И кроме того масштабное преобразование. Так, ну здесь вот только n в степени k здесь должно быть, здесь опечатка. То есть вот у нас бесконечное количество масштабов или рангов k, и просто города становятся все мельче, мельче, мельче. Вот, теперь ключевая лемма про внутренние функции. То есть от внутренних функций нам нужно только то, что вот указано в этой лемме на самом деле. Существуют такие непрерывенные функции, fiku и psyku, что если мы возьмем любой город, ну вот с индексом q и с любым рангом, то его кварталы разделены значениями функции, которые являются суммой вот этих двух функций, прививанных к аргументам x и y. Вот, то есть еще раз, мы берем, вот, берем, собственно, формируем такую функцию для данного q и смотрим на значение, которое она принимает на кварталах. Вот, соответствующие интервалы все должны быть отделены друг от друга, не должны никак пересекаться. Вот это единственное, что на самом деле нужно от этих функций. И, ну, сравнительно несложно увидеть, что такие функции действительно можно построить. Как непрерывные функции, ну вот если там, скажем, вот если вот эти параметры выбраны, вот как здесь написано, 20 и 100, ну это неважно, то есть там можно, конечно, по-другому их выбрать. Просто что правило? Там, нет, там дело в том, что вот эти просто кварталы мелких городов, они не должны соединять кварталы более крупных городов. Ну, чтобы там можно было ее действительно непрерывно сделать этой функцией. Там есть такой нюанс небольшой, но, в общем, вот. И, да, вот эта сама ширина улиц, она тоже, она должна быть достаточно мелкой, немножко забегая вперед, чтобы каждая точка единичного квадрата покрывалась, по крайней мере, тремя кварталами, вот, пяти семейств. То есть у нас есть пять семейств, вообще говоря, если мы возьмем какую-то точку, может найтись два семейства, у которых улица проходит через эту точку. Вот мы хотим обеспечить вот такое условие, чтобы не больше двух улиц, как бы, проходило через данную точку, чтобы все остальные, все остальные семейства, они прямо кварталом накрывали эту точку. Вот отсюда берется число пять, на самом деле, и отсюда берется условие, что улицы должны быть достаточно узкие. Вот такая логика. Короче говоря, можно это сделать, и логика конструкции, она, ну, тоже довольно такая естественная. То есть мы сначала построим эту функцию приблизительно, вот эти функции FI и FI, построим их приблизительно для первого, для городов первого уровня, для города первого ранга, самого крупного. Для этого нужно просто посмотреть на проекции кварталов и, ну, подобрать какие-то значения этих функций, приблизительно постоянные на этих проекциях. Их можно шевелить в каких-то пределах, то есть не обязательно брать точные значения, вот, ну, там можно взять какие-то там константы и там шевелить их, есть какой-то интервал допустимого шевеления. Дальше переходим к городу следующего уровня и добавляем вот эти новые проекции, которые у нас появляются от более мелких кварталов, и шевелим таким образом, чтобы еще и удовлетворить вот этим новым требованиям и так далее. И в результате просто вот в пределе мы получим непрерывные функции какие-то. Достаточно легко убедиться в этом. Вот. Следующий шаг, следующая стадия доказательства — это такая частичная редукция, частичная аппроксимация как бы. Пусть у нас есть какая-то непрерывная функция двух переменных, тогда мы можем выделить в ней некоторую часть, которая имеет такую же форму, как и вот эта вот представление, как и формула в самой формулировке теоремы, то есть самой формулировке точно так же выглядит. Но сейчас мы не говорим, что мы можем прямо ее представить, мы говорим, что мы можем выделить часть некоторую в этой функции f, которая будет иметь такой вид, и остаток будет мал в некотором смысле. Ну вот конкретно вот максимум там будет не больше, чем 5 частых максимума исходной функции, но еще вот есть некое условие на величину вот этих, которые здесь стоят. Вот. Здесь логика этой конструкции, она такая примерно. То есть мы должны взять достаточно мелкую, достаточно мелкие города, так, чтобы у нас вот осцилляция функции была достаточно маленькой. И затем мы можем просто подобрать вот на значение функции, функции hq, вот первой, подобрать вот таким образом, чтобы они были равны, с точностью до коэффициента были равны значению вот исходной функции в этой точке. Такая конструкция, такая штука делается для всех пяти семейств, и затем мы как раз используем вот это соображение, что у нас каждая точка принадлежит по крайней мере трем кварталам из пяти городов данного уровня. И ну просто если написать вот все вместе, то оказывается, что после сложения вот выполняются действительно такие неральства. То есть мы частично исчерпываем как бы вот эту нашу функцию с помощью представления, которое мы анонсировали изначально. Вот. И последний шаг — это просто итерация этой частичной аппроксимации. У нас мы берем вот эту вот оставшуюся функцию, снова ее точно так же заменяем, ну и так далее, и так далее. Все вот выражения, которые при этом получаются, они единообразные. То есть у нас как бы просто какие-то функции от вот этих значений, поэтому можно переписать это в том же виде, в котором у нас это есть в формулировке. Вот. То есть вот эта функция итоговая, она получается просто как сумма вот этих функций, которые там на промежуточных этапах, извиняюсь, появились. Ну вот и все. То есть, собственно, вот такое доказательство. Там есть какие-то детали, но вот тоже там несложно в них разобраться. Вот. Так. Вот есть картинки, я просто для интереса картинки тоже сюда поставил. Вот, например, вот это вот видно здесь. Вот эта вот функция, да. Тут немножко другая формулировка, честно говоря, вот этой теоремы Кламогорова. То есть фи от х плюс лямбда фи от у. Вот лямбда — это какое-то рациональное число. Но можно в таком виде тоже искать. Но это не принципиально. Ну и видно, что вот здесь получаются какие-то линии уровня, и значения на всех кварталах получаются разные. Это как раз вот то свойство, которое мы должны были обеспечить. Ну и сами функции, которые здесь возникают, они как бы какие-то такие сложные. Вот. То есть видно, что они там не гладкие. Так. Вот. Теперь я хочу перейти к нейронным сетям. Немножко поговорить про нейронные сети и как это связано, собственно. Здесь напомню вот такие какие-то базовые понятия. Самый простой вид нейронной сети. Реальные сети, которые сейчас используются в продакшене, они, конечно, существенно сложнее. В них есть много разных дополнительных элементов. Всякие там пулинги, нормализации, софтмаксы, и, не знаю, какие-то там оттенча слои и так далее, и так далее. Но, в принципе, вот ключевые какие-то элементы, они, в принципе, нейронной сети, они здесь перечислены. Это то, что, не знаю, классическая нейронная сеть, можно так сказать. Значит, что у нас есть? У нас есть архитектура, которая задается графом каким-то. Часто этот граф разделен на слои, но, в принципе, это не обязательно. Можно считать, что он разделен на слои, да. Можно считать, что не разделен, это неважно. Мы выделяем граф направленный, мы выделяем в нем какие-то входные нейроны. Это, собственно, куда подается сигнал, куда, не знаю, три нейрона, это значит, что мы будем рассматривать функции, аппоксимировать функции трех переменных. И выходной нейрон, в данном случае один, но это значит, что функция скалярная. То есть, в результате получается число какое-то. Вот, теперь, что происходит? Что здесь происходит? Нейронная сеть вычисляет отображение, которое зависит от входного сигнала и зависит от весов, которые есть в сети. Вот, f от x, w. То есть, w здесь обозначает полное семейство весов, параметров модели, а x — это входной вектор, в данном случае трехмерный. Вот, теперь что, как происходит вычисление? Если мы возьмем внутренний какой-то нейрон, скрытый нейрон, с синеньким цветом нарисованным, то он считает вот такую штуку, которая здесь написана. У нас есть входные сигналы Z1 и так далее, ZD, ну, это количество входных стрелочек. Мы формируем линейную комбинацию из этих входных сигналов с весами. Вот, веса — это как раз параметры, которые как бы приписаны к стрелочкам. Прибавляем байс, так называемый, и дополнительную константу. Это тоже некий параметр, который приписан к нейрону. И к результату применяем функцию активации сигма. Это вот, да, функции активации, они тоже живут в нейронах, и обычно это какие-то, ну, там, нелинейные функции. Ну вот, собственно, да, полное семейство весов, полное семейство параметров, оно как раз задается вот полным набором вот этих самых величин WM, которые сидят на всех на всех этих стрелочках, и также, значит, вот этих вот байсов, которые сидят в самих нейронах. Да, вот в выходной нейрон обычно, вот, в выходном нейроне обычно не применяется вот эта функция, функция активации, ну, потому что, скажем, функция активации, она часто имеет, ее область значений не совпадает там со всей прямой, и это нас ограничивало бы просто с точки зрения воспроизведения нужных зависимостей. Вот, поэтому у выходных нейронов мы просто формируем линейную комбинацию без активации. Вот, ну, такая структура. Да, что касается функции активации, я студентов всегда спрашиваю, вот почему на своих занятиях, почему она должна быть нелинейной. Конечно, она должна быть нелинейной для того, чтобы эта модель делала что-то нетривиальное. То есть, если функция активации вся линейная, то у нас просто будет какое-то линейное отображение. Нет смысла городить огород из многочисленных слоев и так далее. Вот, самые популярные функции активации здесь изображены. Это RELU, rectified linear union, кусочнолинейная. И так называемая стандартная сигмоида, но вот она была особенно популярна там когда-то, раньше, сегодня, в наше время, скорее, вот эта популярна, а раньше была вот эта классическая самая. Да, и в принципе, нейронные сети обучаются. Вот сама модель, которую я показал, это просто некий анзадс. На практике, естественно, мы должны как-то подгонять, подбирать веса таким образом, чтобы нейронная сеть, она имела значение, нужные значения, то есть близкие к тем, которые вот отвечают, как говорят, ground truth, ну, истинным, истинным каким-то значениям, референсам, которые у нас есть, получающие выборки еще как-то. Так, вот, теперь про, немножко скажу про однослойные нейронные сети. Такая классическая модель, которая вот особенно активно исследовалась, это модель однослойной сети, вот, как здесь нарисовано. Здесь, собственно, ее формула, то есть у нас всего лишь один раз, у нас нет многократных каких-то применений вот этих функций активации, она применяется только в одном слое, и просто дальше берется линейная комбинация вот этих самых, таких сигмоид. Вот. Ну, и довольно активно она изучалась, вот есть такой, есть такой хороший обзор про нее. Классическая теорема про нее, это универсальная, теорема универсальной аппроксимации, так называемая, один из самых известных результатов в этой науке. У нее довольно много версий, активно вот люди работали над этим, исследовали этот вопрос в районе 90-го года, вот первые версии там появились в 89-м году, Сайбенко и так далее. Вот теорема, которую я здесь привожу, это самая изящная версия, известная мне. то есть она очень хороша тем, что в ней, как бы она общая, в ней нет никаких дополнительных, каких-то лишних странных предположений. То есть там, по-моему, теорема Сайбенко, например, предполагала, что у нас функция активации должна быть какой-то сигмоидальной, и еще что-то такое, вот, на самом деле это не нужно, то есть, как вот эта теорема показывает. То есть формулировка очень простая, предположим, что наша функция активации, сигма, это просто какая-то непреремная функция одной переменной. Я американец какой-то, наверное, или канадец, я не знаю. Ну, может быть. Вот. Может, предки какие-то из... Я не знаю. Вот. Да, тогда вот следующие условия эквивалентные. То есть первое, первое, следующее утверждение эквивалентное. Первое утверждение, что любую непрерывную функцию можно равномерно аппроксимировать на компактах с помощью однослойной нейронной сети вот с этой, с данной функцией активации сигма. Это первое, первое утверждение. Второе утверждение, что сигма не является многочленом. Ну, вот тоже упражнение, которое я обычно там задаю, это вывести из первого пункта второй. Оно довольно простое. Если у нас функция сигма является многочленом, то вот сразу же видно из этой формулы, что функции, которые мы можем таким образом получить, тоже будут многочленом степени, вот не выше степени того многочлена, который сигма. Правильно? Поэтому мы не можем выйти за пределы какого-то конечномерного пространства, естественно, у нас не может быть свойства универсальной аппроксимации. А n-большое растет? Да, вот это важно, кстати, об этом я потом буду говорить, это хорошее замещание. То есть важно, конечно, что в этой теореме, что для того, для свойства универсальной аппроксимации нужно, чтобы n-большое росло. Конечно, да. То есть это всегда предполагается. Вот, потом, как раз я буду обсуждать ситуацию, когда это не так. Вот. И, да, то есть если, если, вот, если сигма не многочлен, то есть даже если это, не знаю, кусочная линейная функция, или там кусочный какой-то многочлен, она уже не многочлен, в любом случае выполняется вот это свойство универсальной аппроксимации. То есть вот его уже достаточно. И это довольно такой тонкий результат, сравнительно тонкий результат. То есть вообще доказать эту теорему для каких-то простых функций активации это несложно. Это там упражнение для курса функционального анализа. Доказать для RELU, например. А вот доказать в этой формулировке, конечно, это более тонкий результат, вот, но все равно не очень сложно. Да, вот, собственно, здесь вот как раз вот это замечание. То есть для того, чтобы, если мы хотим получить аппроксимацию с любой точностью, нам нужно увеличивать число нейронов. Хорошо. Теперь, вот, опять же, примерно в то же самое время. Есть, есть, да, это зависит от, да, 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 это зависит от функционального класса, но здесь, да, есть оценки, степенные оценки, если там соболевское пространство с какой-то определенной степенью, то у нас должно быть, ну, будет соответствующая там зависимость. Это большое, да, 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 такого типа, да, да. Вот. Да, опять же, примерно в то же самое время была некая дискуссия в литературе насчет релевантности теоремы Калмогорова, вообще, какие-то просто тезисы, вот, хочу здесь обозначить, но вот в работе, собственно, Хехта Нильсена было замечено, что формула из теоремы Калмогорова, она напоминает двуслойную нейронную сеть, вот о том, как я уже сказал, ну, в принципе, это все, как бы, ничего больше, по сути, в этой работе-то и нет. То есть, он предложил это как некий, как некий теорем у Калмогорова, интерпретировал теорему Калмогорова как некий вариант объяснения, почему, вот нейронные сети имеют право на существование, являются хорошей моделью. Вот не знаю, нет, я не видел никаких свидетельств. Но в то время просто не было такого хайпа, поэтому это неудивительно, что ему это было не очень интересно. следующая статья Герозии Поджио, это довольно критическая статья, она вполне разумная, но критическая. Они тут пишут, что навряд ли теорема Калмогорова может быть действительно очень полезной, потому что внутренние функции, которые в ней есть, они очень нерегулярны, как уже упоминалось, и кроме того, в ней нет, скажем, никаких параметров, то есть не очень понятно, как вообще конструировать вот эти функции, из которых составлен анзат Калмогорова, потому что все-таки обычно мы имеем дело с параметризованными моделями, это не так. Вот, такая критика была. и была статья, статья Курковой, и в ней довольно, ну вот, в ней есть мысль, наверное, одна из первых статей, в которых есть эта мысль, которая говорит, что теорему Калмогору можно применять для того, чтобы строить аппроксимации функций многих переменных, если у нас есть аппроксимации функций одной переменной. Это более-менее понятно. Давайте, я не знаю, там обратно вернусь на формулировку этой теоремы. То есть, если мы можем каким-то образом, у нас есть какой-то способ аппроксимировать с помощью какого-то функционального анзаса аппроксимировать функции одной переменной, мы можем эту функцию аппроксимировать, можем эти функции аппроксимировать, и просто вставляя вот этот анзас вместо сюда, вместо вот этих функций одной переменной, мы получаем некий анзас для аппроксимации уже функций многих переменных. Вот такая логика. То есть, я так понимаю, по крайней мере, вот эту работу Курковой, и это действительно, это соображение, оно вот, Это, наверное, пожалуй, единственное применение такое полезное и применение теоремы Калмагорова, с которым я сам сталкивался. То есть действительно такая конструкция, она используется в неких работах, она оказывается полезной. Хотя, опять же, тут я возвращаюсь к первой теореме Калмагорова, которую я упоминал. Первая теорема Калмагорова же тоже говорит, что мы можем функцию двух переменных приблизить с помощью арифметических операций функцию одной переменной. То есть, в принципе, наверное, теорема Калмагорова даже не обязательна для этого, но вот сильная теорема Калмагорова я имею в виду. Но, тем не менее, можно ее тоже использовать. И вот она действительно оказывается полезной. Вот, теперь про сверхвородительность. Сверхвородительность — это вот такое явление, когда у нас как раз нам не нужно увеличивать архитектурно нейронную сеть для того, чтобы достичь как можно более точной апроксимации, идеальной апроксимации в пределе. Вот теорема Майорова и Пинкуса, самый такой, наверное, известный результат в этом направлении, существует. Они говорят, что существует аналитически ограниченная монотонная функция активации сигма, такая, что если у нас есть какая-то непрерывная, любая непрерывная функция D переменных может быть равномерно апроксимирована с любой точностью вот анзациям, которая здесь стоит. вот здесь это, по сути, такая более-менее стандартная двуслойная нейронная сеть. Да, вот здесь сигма стоит, здесь тоже сигма стоит. Количество элементов в этом вычислении фиксировано. Здесь нету параметра n, здесь все зависит только от размерности d. То есть нам не нужно увеличивать число функций. Мы вот можем использовать вот этот стандартный вид, но, конечно, понятно, что если мы можем апроксимировать любую функцию, у нас модель должна как бы содержать неограниченный объем информации. Вся эта информация, она упрямлена в весах. То есть для того, чтобы получать такую такую апроксимацию, нам нужно, естественно, иметь как бы неограниченную точность представления чисел, которые фигуруют, весов, которые здесь фигурируют. Главное еще, майор преднашественных патронов, которые в Герклеве. Да, вот это и жизнь, да и главная. Издвиги, понимаете, они бесконечны. Да, да, да. Я не планировал как бы рассказывать это доказательство, но идея, она такая... Они не предистотные предложения. Ну, естественно, да, естественно. Вот. Да, на что здесь можно обратить внимание. То есть вот вот этот анзат, он фиксированной сложности, как бы, то есть формула фиксированного размера получается, но функции активации, которые здесь стоят, они очень сложные и неявные. То есть они лучше, чем в теореме Калмогорова, потому что теореми Калмогорова, ну, они там, максимум липшисовые, внутренние, которые можно выбрать. Танзат, он не плотный, не прижимый. Что-что? Если вы в Герклеве не пошевелите, у вас все коэффициенты на это распряжаются. Иначе положено, что у вас функции из 100 лет ухода, то есть плата цех вписывается на их параметрах. Нет, само собой, вот эта аппроксимация, да, она нерегулярная, конечно. Она нерегулярная. Нерегулярная, да. Это правда, да. То есть участвующие в ней функции, они уходят регулярно. Но вам зависит от этих вот эффектов, всех лицов, которые вам не уродны. Ну да, 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 да. Я дальше еще буду, я дальше еще вернусь к этому вопросу немножко. Вот. Так. Что я хотел сказать? Да, вот эта функция Sigma, она тоже явно не задана. То есть она хоть и аналитически она лучше, чем то, что вот теоремия Калмогорова, но она тоже не имеет какого-то простого явного вида. То есть говорится только, что она существует, ну вот еще какие-то свойства. Да, 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 да. То есть конструкция, там есть, вот собственно здесь написано даже, что в случае, если мы хотим аппроксимировать функции одной переменной, это понятно более-менее интуитивно, как это сделать. Это похоже на то, что я вот в первой теореме там показывал. То есть мы просто можем опять же взять какое-то счетное, счетно-всюдоплотное пространство, там множество функций и состыковать их как бы в какую-то одну и затем просто двигать. Да, вот что-то такого типа можно сделать. Правда, нужно еще, ну конечно, обеспечить вот эти все свойства, но это тоже можно сделать в сумочах некоторых дополнительных усилий. Вот, то есть в одномере можно сделать так, а дальше можно применить, чтобы получить для произвольной размерности, как раз можно применить теорему Калмогорова. Вот откуда и вытекает собственно вот этот анзас. Вот такая логика. Вот теперь оказывается, что такого рода сверхвыразительность можно получить и с явными функциями активации. Вот это вот уже моя работа, сравнительно недавняя. И вот здесь нарисована нейронная сеть, конкретная, вот она фиксированная, то есть ее не нужно как-то еще увеличивать, которая может апоксимировать любую функцию непрерывно одной переменной. Вот в этой нейронной сети используется функция активации синус, арксинус, еще используется умножение, но в принципе, ну умножение такая уже не классическая операция, но если смущает умножение, его можно заменить просто на набор стандартных нейронов. Вот это легко показать, что умножение можно приблизить, если у нас есть какие-то нейроны с нелинейной функцией активации, с какой-то функцией активации нетривиальной кривизны. То есть вот такая модель тоже оказывается универсальной. И здесь все функции, которые в ней есть, они уже заданы явно. Естественно, что задано не явно, это веса. То есть здесь, опять же, вся сложность оказывается упрятанной веса. Вот теперь, вот я тоже хочу вкратце объяснить, просто как можно такую штуку построить. Во-первых, вот это замечание насчет произведения. Просто как реализуется произведение. Во-первых, возведение в квадрат можно реализовать просто вот с помощью трех нейронов, как показано здесь. Если мы берем подходящие сдвиги, берем малый параметр, устраиваем здесь вот это W, ну и делим там должным образом. У нас здесь возникает, по сути, вторая производная и возникает вот эта величина X квадрата. То есть вот с помощью такой комбинации в пределе получаем возведение в квадрат и умножение можно получить с помощью полиализационного тождества из возведения в квадрат и там операции вычитания. А умножение, да, умножение на константы у нас уже есть как бы в нейронной сети, это стандартная операция. У нас нет умножения между сигналами, но есть умножение на фиксированный параметр. Вот, это к тому, почему можно использовать умножение. Вот, теперь как, собственно, откуда возникает вот это свойство сверхворозительности, как получается так, что мы можем любую функцию приближать. Мы, во-первых, мы можем использовать синус и арксинус для того, чтобы реализовать периодическую кусочно-линейную функцию. Но вот эта синенькая функция, это арксинус синуса просто. Вот. И потом, если у нас есть такая функция, вот оказывается, что она очень вычислительная, очень сильная оказывается в каком-то смысле. Потому что она бесконечная и периодическая, вот с ее помощью можно, ну там, сложные какие-то штуки делать. Вот. Мы с ее помощью мы можем сконструировать частичное, некое приближение, опять же, к функции, к пороговой функции, вот этой вот, которая тоже уже возникала до этого в теореме, в первой теореме Калмогорова. Ну, просто прибавляя, прибавляя там линейную функцию какую-то. Вот. Ну, еще там тоже можем какие-то дополнительные функции конструировать, типа, вот, разберение единицы, которая там тоже возникала. Вот. Короче говоря, синус и арксинус позволяют вот, там, сделать какой-то набор, некий набор важных полезных функций, которые применяются дальше. Теперь, если у нас, опять же, если у нас есть вот эта вот пороговая функция, floor function, которая просто возвращает нижнюю, нижнюю целую грань, как там это называется, то мы дальше, логика, логика аппроксимации может быть такой. Просто возьмем вот нашу функцию одной переменной и разобьем ее на, разобьем интервал иксов на какие-то отрезочки и будем пытаться приблизить константой, реализовать вот эту аппроксимацию так, чтобы у нас на каждом отрезочке была константа, которая приблизительно равна значению этой функции. Вот это вот общая логика. m это число, число точек, число интервалов, которые здесь есть. Вот, теперь, если бы у нас была настоящая функция, вот эта вот, которая, разрывная правда, которой у нас нет, но вот есть некое к ней приближение, которое делает вот эти вот, floor function, я тебе буду говорить просто floor function, то тогда мы просто могли бы отобразить каждый, каждый из этих интервалов в соответствующую точку, у нас есть там m точек, мы отображаем каждый из этих интервалов в одну из этих m точек, и затем нам нужно просто обеспечить, чтобы вот в каждой из этих m точек мы получили нужное значение с какой-то там достаточно хорошей точностью. Вот, если вот этой функции floor у нас нет, то, ну, нужно немножко хитрее все сделать, нужно опять же делать какое-то разбиение единицы, а-ля вот первая теорема Калмагора. Ну, это там легко преодолимая сложность. Дальше, как, собственно, реализовать вот это вот приблизительное, приблизительное фитирование в заданных m точках. То есть у нас есть m точек, и в принципе вот это m может быть любым. Мы не должны, мы должны как бы показать, что в рамках конечной модели фиксированного размера мы можем для любого m сделать так, чтобы у нас значение было близко вот к заданному на каждой, на каждой из этих m точек. И это можно сделать вот опять же с помощью конструкции типа иррационального потока на торе. Если вот хорошо известная теорема, если у нас есть линейный поток на торе вдоль вектора, у которого компоненты рационально независимы, пропал, если у нас есть поток на торе вдоль вектора с рационально независимыми компонентами, то траектории будут всю доплотны. И просто используя вот это соображение, мы отсюда получаем, что мы можем действительно получить, мы можем реализовать такой вектор, который здесь фигурирует, с рационально независимыми компонентами, просто применяя операции, которые у нас есть в сети. Там синус и вычисляя его в разных значениях. И тогда вот из теорема кроникера о плотности следует, что мы можем действительно получить аппроксимацию вот с любой точностью. если достаточно плотную обмотку возьмем. Вот. Вот здесь показано обобщение на случай функций двух перемен. То есть используя теорему Калмогорова, просто мы опять же можем вставить вот эти куски, вот эти блоки одномерные в то место, где в теореме Калмогорова функции там H и F фигурируют, и тогда получается вот такой вот уже такой анзас. Вот. Так, у меня время практически закончилось, вот я еще хотел, да, я еще анонсирую немножко, то есть есть дальнейшее развитие вот этих тем, я тоже могу про это там рассказать, если интересно. Пара тем вот таких, которые здесь возникают, довольно естественных. первая тема. А может так быть, что вот обычные нейронные сети со стандартными функциями активации являются сверхвыразительными? Ну вот в том примере, который я здесь привожу, используются функции активации, ну это тривиальное, синус-арксинус. Вот арксинус никто не использует на практике никогда. С другой стороны, синус в принципе используется в каких-то нейронных сетях. Вот. Ну там, не знаю, умножение тоже там может использоваться. И довольно естественный вопрос, а может так быть, что вот эта теорема универсальной аппроксимации, которая предполагает неограниченное увеличение размера сети, что на самом деле нам не нужно неограниченно увеличивать размер сети. То есть не может так быть, что у нас уже даже с конечным размером получается сверхвыразительная сеть. То есть вообще какие условия нужны для того, чтобы у нас получалась сверхвыразительность? Вот. И здесь, ну вот, пара таких результатов, которые я могу сказать. из теории Хованского фафовых функций легко увидеть, что вообще, ну, со стандартными активациями, которые люди обычно используют, такой не работает. Просто обычные элементарные функции, которые, ну, тут нужно делать некоторые оговорки, кроме синуса, скажем так, кроме синуса на неограниченном интервале, они обладают некоторыми свойствами конечности, сильными свойствами конечности, и поэтому вот из них нельзя сконструировать такую сверхвыразительную модель. Но если у нас есть синус, тогда мы уже не можем этого сказать. Если у нас есть синус сети, которая работает на неограниченном диапазоне, мы тогда уже не можем этого сказать. Функция синус не является парфлой. Вот. С одной стороны, это один подход аналитический. Есть подход алгебраический, если вот пользоваться, воспользоваться идеями теории алгебраически процедентных функций, то тогда можно увидеть, что если в нейронной сети есть только один трансцендентный слой, который включает в себя трансцендентную активацию, ну типа стандартной сигмоиды, а остальные слои, они, скажем, кусочно-полиномиальные, то тогда тоже в этом случае сверхвыразительность можно исключить, потому что есть некие алгебраические ограничения, есть некие алгебраические уравнения на назначение нейронной сети, которые несовместимы со сверхвыразительностью. Но вот это вот то, что я сам смог понять, вот для меня остается открытым вопрос, вот, например, если взять нейронную сеть, которая не синусы, все функции активации, ну допустим, 10 слоев, 10 нейронов в каждом слое, вот она будет сверхвыразительной или нет? Я этого не знаю, то есть я не знаю, как это доказать или опровергнуть, то есть ни один, ни второй метод в этом случае не работает, то есть я не знаю, как это сделать. Ну да, да, то есть вот просто возьмем функцию там из 10 слоев, в каждом слое 10 нейронов и в каждом нейроне функция активации синус. Вот она будет сверхвыразительной или нет? То есть, ну, практически наверняка не будет, но как-то доказать я не знаю. Вот. Вот вторая тема тоже довольно любопытная. А можно ли сверхвыразительной сети обучать с помощью градиентного спуска? Условия сверхвыразительности, оно действительно, вот, как коллега объяснил, оно довольно, ну, вот, конструкция, которая вот используется при этом, ну, или вообще вот не обязательно даже в сверхвыразительности, в ситуации, когда у нас мало параметров, скажем так, а пространство целевых функций, оно большое наоборот. Вот. В этом случае у нас есть, возникают, естественно, какие-то нерегулярности, возникают какие-то такие топологические препятствия для того, чтобы у нас была хорошая аппроксимация. Вот. Но, тем не менее, вот можно задать вопрос, а можно ли как-то все-таки вот получать, выучивать такие сети с помощью градиентного спуска? Градиентный спуск — это, в общем-то, регулярный метод, то есть в нем есть заложена определенная непрерывность, и поэтому, конечно, это сложно. То есть вот вообще говоря, обучение с помощью градиентного спуска — это гораздо более сильное, обучаемость с помощью градиентного спуска — гораздо более сильное свойство, и вообще говоря, оно не выполнено. То есть мы… Всегда существуют определенные функции, которые мы не сможем выучить с помощью градиентного спуска. Но оказывается, тем не менее, что если у нас задано распределение вероятности какой-то на пространстве целей, то можно подобрать модель, некоторую искусственную, она, правда, такая иерархическая, она не дается, опять же, каким-то конечным аналитическим выражениям. Но, тем не менее, можно подобрать модель гладкую, которая будет выучивать цели со сколью ввода большой вероятности. При этом в модели будет всего два параметра. Вот эти множества выучимых целей, это на самом деле некое кантровом множество многомерное в этой конструкции. Тут тоже есть некие открытые вопросы для меня, на которых я не знаю ответа. Короче говоря, вот это я тоже мог бы, если интересно, рассказать. Все, я закончил, спасибо. Вопрос можно? Спасибо, Дмитрий. Есть ли какие-то вопросы? Слышно меня? Можно вопрос? Ага. А, да, слышно. Вот у Калмогорова была работа про эпсилон-емкость. А, извините. Можно ли это связать с тем, что вы рассказывали про представимость? Были такие попытки? Повторите, пожалуйста, какая работа? И чья? Про эпсилон-емкость, так называемая, мозга или инфляционной системы. Про эпсилон-емкость. Про эпсилон-емкость. Про эпсилон-емкость. Ну да. Вопрос такой. Не было ли попыток связать эпсилон-емкость Калмогорова с его же работой про представимость, которую вы обсуждали? Нет, ну это, наверное, да. Это то, что я там упоминал. То есть это вот один из тех результатов, которые показывают, что... Ну вот это эпсилон-энтропия, да, вот речь идет про эпсилон-энтропию. Ну да, там вот есть... Эпсилон-энтропия. Эпсилон-энтропия, которые определяются гладкостью и числом независимых переменных, то тогда вообще говоря, такие функции нельзя выразить с помощью функций меньшей сложности и там конечного какого-то вычислительного дерева. То есть это есть в работе Калмогорова и Тихомирова, там аппендикс, он как раз про это. Вот это если это то, что вы имеете в виду. Спасибо. Еще вопросы? У меня не вопрос, просто мне кажется, что имеется в виду такая, мне кажется, такая актуальная задача, что изучать эпсилон-энтропию вот для данной архитектуры сети, если мы какой-то класс исходных данных загоняем, какова будет сложность того, что можно получить с помощью сети. Если она будет достаточно маленькой, то тогда можно будет сказать, что вот этой сетью много не приблизишь. Вот такие, по-моему, тоже задачи имеют право на существование. Ну, наверное, да. Вообще это и делается. Это есть такие работы, когда взять вот эти rich functions, но взять надо тогда ограничить параметры, если параметры не ограничены, ничего не выйдет. И тогда оценивается энтропия, да, есть такие результаты, есть. И потом они применяются уже дальше. Это, да, это совершенно разумная постановка. Да, есть. Тут, конечно, вот это правда. Вот в этих рассуждениях, которые вот о сверх выразительных моделях, которые я здесь делал, я не накладывал никаких ограничений на рост параметров, а это, естественно, очень важно. То есть есть работы, действительно, где ограничения накладываются, и это все меняется, естественно, существенным образом. То есть, короче говоря, с точки зрения времени работы вот этой градиентной процедуры мы просто проблему из одного места перетаскиваем в другое. Так у нас пространство большой размерности, но точка старта близка к решению. А когда у нас два параметра, у нас вроде как размерность небольшая, но зато расстояние по каждому, по каждый из компонентов. И мне кажется, что должен быть какой-то такой закон сохранения. То есть, скорее всего, просто проблема вот в этой же оценке, она просто перетащится из размерности в, так сказать, масштаб координат, скорее всего. Да, да, нет, эта конструкция, она такая, она патологическая достаточно, конечно. То есть там она иерархическая, и вот это множество, ну вот, по крайней мере, вот если мы говорим про вот этот второй пункт, про который я здесь говорил. То есть вот это сами целевые функции, да не какие-то целевые функции, а из некоторого контрного множества. И конструкция вот этой модели, она тоже, она хитро как-то обвивает это контрного множество, и она такая очень кривая, эта модель. И поэтому, естественно, ну на практике она, ну, наверное, была бы крайне неуспешной, то есть вот если бы кто-то попытался это делать. Но чисто теоретически вот это можно сделать. Ну, не знаю, вот у меня нет тут формулировок, но я в следующий раз там, если интересно, могу как-то подробнее про это рассказать. Еще вопросы? У меня два вопроса про активаторную функцию арксинус. Первый, арксинус, вообще-то говоря, хорошо определен только на отрезке минус 1.1. Да. А если ваш аргумент выходит за рамки этого, то что? Ну, вы можете просто требовать, что вот вы берете такие значения параметров, что у вас не выходит. А, то есть нужно контролировать, чтобы это не случилось? Ну да. Ну или можете там, ну или можете просто доопределить как-нибудь его там вне... Доопределить, все-таки там разрывы возникнут всякие. Ну, можно непрерывным образом доопределить. Ну, просто константой доопределите там слева и справа. Это чисто технический момент, это не очень важно. Хорошо. А еще обе функции, которые вы используете, арксинус и синус, они имеют две неприятные точки, где касательно горизонтально у одного, а у другого вертикально. Вот наличие таких точек, оно существенно для суперразрешимости? Вот это хороший вопрос, да. Вот это хороший вопрос. Наверное, да, но я не могу эту интуицию обратить в какое-то строгое там... Понятно. Для меня вот эта деятельность, опять же, я возвращаюсь к тому, что я в самом начале сказал. Для меня вот вся эта деятельность, она в конце концове противоположна вот тому реальному практическому тренду в глубоком обучении, который сейчас есть. Потому что в глубоком обучении, наоборот, сейчас используются очень большие сети с очень простыми элементами вычислительными. То есть вот тенденции там последних лет заключались в том, чтобы, скажем, реализовывать нейроны со все более простой арифметикой. То есть изначально люди использовали double precision числа, там, когда у нас точности... Так, 15 знаков после запятой десятичной. Потом с переходом на видеокарты стали использовать single precision, то есть в два раза меньше. И можно даже использовать еще более грубые. И это все работает. И, ну, на практике люди вот достаточно активно пытаются огрубить дальше, как бы, вот эту всю конструкцию, вплоть до, там, бинарных каких-то, дойдя чуть ли не до бинарных операций с бинарными просто числами. Вот. И это здесь все как бы наоборот. Здесь наоборот мы как бы пытаемся какие-то очень сложные вот эти операции, но там с одной переменной реализовать. И это как-то, ну, не знаю, противоестественно кажется. Спасибо. Еще вопрос? Добрый вечер. Вы упомянули теорему Кронейкера, но ведь там у теоремы Кронейкера там можно пойти очень значительно дальше. Там эти времена, возвращение условно-периодического потока, они равномерно распределены, можно там возникать разложение в непрерывную дробь, но, в общем, там есть большая теория. Это как-то для вас играет? Ну, мне кажется, нет. Сравномерное распределение, ну, там, как есть, естественно, его скорость, ну, там. Да, но там вот эти, понятно, что вот это время, оно очень большое. То есть, поскольку у нас есть проклятие размерности, по сути. То есть, у нас вот число… Достаточно точно сказать, во всяком случае, если не стремиться там прямо к асимптотике, можно достаточно точно сказать, насколько оно большое. Да, ну, понятное дело, ну, вот тут как сказать. Вот у нас здесь просто есть число m, которое, как бы, вообще говоря, растет. Число m – это вот параметр дискретизации. Параметр дискретизации, то есть, если мы хотим получить более точное приближение, мы должны разбить на m интервалов с каким-то большим m. И одновременно m – это размерность тора, который здесь есть, m – это размерность тора. Поэтому мы… нам нужно просто рассматривать какие-то многомерные торы с размерностью, которые стремятся к бесконечности. И понятно, что, ну, для любого… в любом практическом контексте это просто проклятие размерности сразу же наступает. Если мы будем, ну, вот пытаться действительно искать хорошее приближение, вот для… ну, вот эти конкретные какие-то значения, значения чисел s, оценки на чисел s, которые тут дадут хорошее приближение, но это будут какие-то очень-очень большие числа, которые быстро растут с m. Вообще, это интересно. Я пытался, по-моему, как-то понять, можно ли как-то более конструктивно, скажем, выбирать вот эти значения s, но не смог сам придумать какие-то, ну, вот такие прям хорошие конструктивные способы. Может быть, стоило бы, если вы там что-то подсказали бы, интересно было бы обсудить это. Сейчас экспоненциально растут с m, да? А? Экспоненциально растут с m, да? Экспоненциально, да, но… Экспоненциально, но можно ли как-то, я не знаю. Ну, вот просто я… Ну, я в доказательстве просто апеллирую к этой, к теореме Кронекера, я не… ну, я не указываю, скажем, там, явный вид, там, или какую-то конкретную конструктивную процедуру, как можно это число выбрать s. Ну, там, не знаю, формула или еще как-то. То есть я вот этого не делаю. Ну, не знаю, если есть какой-то способ указать это так, чтобы это было явно, но это было бы, там, любопытно, по крайней мере, мне. Вот. Я не очень хорошо знаком с этой литературой, честно скажу. Так, еще вопросы. Спасибо, спасибо за вопросы. Еще вопросы есть? Более-менее понятно, что там синус, наверное, подходит как раз именно с точки зрения глобальных свойств, да, то есть там важно, что синус их задан там везде. Ну, и тоже понятно, что это приведет, очевидно, к многоэкстремальности. Причем такой вот, ну, как сказать, нехорошей многоэкстремальности, если, например, для нейронных сетей у нас как-то есть надежда больших, настоящих, что откуда бы мы не запустили процедуру, ну, типично она сойдется к тому, к чему надо, ну, на то есть ряд причин, то вот когда мы начинаем, ну, как бы это и есть свойство большой размерности. Более того, эксперименты, когда там перепараметризация, то есть параметров даже больше, чем надо, все равно они как-то там сами разбираются. А вот когда мы наоборот начинаем сжимать, тут как бы обратная ситуация. То есть мы реально сталкиваемся, по-видимому, я не знаю, это гипотеза, как раз с проблемой, что, в общем, процедура градиентного спуска может не туда сойтись. Конечно. Другая история, то есть тоже и там, и там невыпуклость, просто в случае малой размерности эта невыпуклость будет более противной. Там сплошные локальные минимумы. В этой конструкции там будут сплошные локальные минимумы, совершенно верно. Да, ну и как бы житейский опыт нам не поможет тут ничего отобрать, а там какие-то стахастические процедуры, они сами каким-то образом типично идут туда, ну, грубо говоря, в ту низину, которая там той же глубины, которая… Это вы про перепараметризованные модели говорите, да? Ну, о чем, о Гастников, об оптимизации далее. Я понимаю. О чем еще я могу спросить? Я понимаю. Нет, конечно, то есть это как раз такое действительно фундаментальное отличие, то есть когда у нас параметров очень много, ну, это вот известная логика, которую как бы все обычно повторяют, градиентный спуск, он, у него есть очень много возможностей для того, чтобы находить удачные направления, и даже если там задача не так уж хороша, там выпуклости нет или чего-то такого, все равно вот опыт показывает, что все работает. Да, правда, и здесь, наоборот, сценарий противоположный, но я когда… вот если про этот последний пункт, то, конечно, вот эта модель, которая двухпараметрическая, это очень специфическая модель очень специфической конструкции, то есть она специально вот выбрана таким образом, чтобы вот этот градиентный спуск в итоге дошел, то есть это, ну, и, конечно, ну, то есть вот, и она не использует синусы, с синусами не получается такое сделать. Спасибо. Еще есть вопросы? Вы минули насчет представления чисел, то есть при машинной реализации. Вот скажите, здесь какие ограничения, какие чудеса могут получаться, так сказать, при реализации уже конкретно? Ну, я, честно говоря, я думаю, что это просто не будет работать, то есть для… но я не проверял сам, я думаю, что это здесь… если это и будет работать, то в каком-то очень-очень грубом виде. В принципе, ну, в принципе, вот что-то из того, что я здесь упоминаю, может иметь какой… ну, может иметь практически смысл, вот, скажем… Но мне кажется, что вот для нейронных сетей с функцией активации синус, ну, вот мне даже студенты какие-то рассказывали, что они наблюдали плохую обобщающую способность у таких сетей. То есть вот если мы возьмем… ну, как раз из-за того, что синус – это вот сравнительно сложная функция, может быть, это даже как-то связано вот с теоретическими утверждениями, которые я делаю. Вот если просто пытаться обучать нейронную сеть, то, ну, наблюдается довольно большое расхождение между вот результатами на обучающей выборке и вот обобщающей способностью там, и результатами на тестовой выборке. Это может быть как-то связано вот с… как раз со свойствами… со свойствами синуса, со свойствами вот… не знаю, сверхвыразительности или каких-то классов, которые вот аналогичны сверхвыразительности. Вот я… просто я… ну, вот если говорить про эту работу, у меня здесь этого нет, ну, просто я рассматриваю некие… некие классы выразительности, которые промежуточные, скажем так, между вот полной сверхвыразительностью и, ну, там, какой-то стандартной выразительностью. И вот оказывается, что нейронные сети с синусами, они как бы попадают вот в какие-то промежуточные из них. И кажется, что вот эти промежуточные классы, они вот как раз должны отвечать с плохой обобщающей способностью. Вот я не знаю, я могу в следующий раз немножко про это сказать, но кроме этого, я вот, честно говоря, про практические аспекты я навряд ли что-то… я не думаю, что… я честно, я не хочу делать вид, что это что-то практически очень релевантное. То есть мне кажется, что это интересно и может иметь какой-то… не знаю, может на что-то указывать, но вот скорее всего человек, который попытается реализовать практически, эти конструкции, ничего интересного не обнаружат, то есть ничего хорошего не обнаружат. Теорема Калмагорова, да. Вот теорема Калмагорова, да. То есть она… Другого в каком… Что вы имеете в виду? Ну, там нету ходов бесконечности. Да, да. Да, да, да. Другого, да. Это правда. Это правда. Спасибо. Ну что, наверное, давайте тогда дискуссию завершим, а если какие-то вопросы остались, то я так понимаю, что Дмитрий через две недели, то есть это будет 27 марта, он продолжит, но он немножко уже дал анонс, так говорится, что будет говорить. Так что готовьте вопросы. Спасибо. Дмитрий. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok